Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне нужна помощь в понимании себя и выходе из депрессивной фазы своего состояния. Есть социофобные предпосылки гиперфиксации на образе человека из прошлого и уже около 16 лет страдают за это у настоящее. Определённые мысли, аутоагрессия выходят из контроля, я сложно принять то, что это лишь мысли, умственные сожжения, ежедневная апатия, помогите мне немного двинуться с этой мёртвой точки. Смотрите, поскольку мы здесь имеем дело с довольно серьёзным вынижением качества вашей жизни, то первое, что вам нужно сделать, это обратиться к врачу. Вот, к психиатру, к клиническому психологу. Для того, чтобы вам вероятно назначили лечение. И помогли на уровне физическом ваше состояние, так скажем, купировать. Вот, помогли ваше состояние, ну, несколько-несколько, вот, скорректировать. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Потому что без этих аспектов, вот, психотерапия при вашем, вот, состоянии, на мой взгляд, будет неэффективной. В той мере, какой, какой она могла бы быть, если бы у вас, ну, было бы подкреплено некогда нам, с точки зрения физического состояния. Также, если у вас будет обнаружено, ну, будут обнаружены какие-то патологические моменты, вам тоже будет назначено лечение. И, опять же, вы сможете получить вот помощь психотерапия, вообще, психотерапия, вообще. Только лишь вот после вот этих, ну, вот этих моментов только будет иметь эффект. Дальше. То, что я почувствовал, когда читал ваш текст. Текст, на мой взгляд, связано с болью, причем, покой, ну, достаточно сильно, более, вот. Вот. По моим ощущениям. По крайней мере. И, собственно, вам это будет, на мой взгляд, нужно бережить, прожить в той мере, какой у вас предостатки. Сейчас. Дальше. Поскольку довольно много времени вы страдаете, то, я полагаю, есть определенная выгода для вас в этом, какая-то выгода для вас в этом, очевидно, совершенно. Есть. И наша, как мне, опять же, кажется, задача заключается в том, чтобы помочь вам увидеть, что это за выгода. То есть, что вы получаете, находясь вот в вашем таком состоянии, да, состоянии безусловно тяжелым, безусловно неприятным, но, 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 тем не менее, для чего-то вам все-таки нужно. Вот это самое такое неприятное и самое, я бы сказал, противоречивое. То, от чего вы хотите убежать, то, что вам мешает, вот, является тем, на данный момент, без чего вы не можете жить. Почему я так думаю? Давайте просто зададим себе довольно простой вопрос. Ну, если бы сейчас не было бы вот тех переживаний, которые у вас имеются, да? Если бы вы сейчас не страдали вот всеми вот этими аспектами и всеми вот этими моментами, которые описываются вы, как бы вы жили? Вот, что бы вы делали? На что бы была направлена ваша, ваша психическая активность? Это очень такой интересный, как мне кажется, момент, потому что сознательно вы можете хотеть, ну, на самом деле, много вещей, сознательно вы можете хотеть, на самом деле, выйти из этого состояния, вы можете хотеть перестать как-то чувствовать, вы можете всё этого хотеть. Но, вот, на безсознательно или подсознательно, ну, тут ситуация немножечко может отличаться. Поэтому попробуйте себе представить как раз, что бы было, что бы было, если бы вы сейчас не страдали, есть ли у вас идеи, как бы вы, например, силе лечи бы вы занимались. Пакси, значит, вот вы говорите, что у вас есть социофобные предпосылки, да, но вот, что это такое? Это подавленная злость. Ну вот, нужно смотреть, что такое вот в данном случае, а вы себе подавляет. Вот, это нужно увидеть, на мой взгляд, повторю. На этом всё, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я очень желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.